Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 35 стих 12 главы книги Исход. Не говорится о том, что сыны Израиля, по слову Моисея, просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. И здесь мы имеем дело с необычной деталью, потому что нам кажется бессмысленным, зачем людям, которые отправляются в пустыню и впереди у них 40 лет скитаний, безжизненной пустыни, зачем им золото, серебро. И в действительности это повеление дает Господь. И в предыдущей главе, в 11 главе книги Исход говорится о том, что Господь наведет еще одну казнь на египтян и на фараона, после которой они уже отпустят. Но когда они будут отпускать, они заставят уходить с поспешностью. Настолько, что не будет времени для того, чтобы поставить тесто и чтобы оно вскисло поднялось. Но при этом Господь говорит Моисею, внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И действительно так и получилось. Египтяне заставляют уходить народ Израиля из Египта в полной спешке, потому что они боятся умереть. И народ, который несет квашню, завязанную в одеждах своих, на плечах, одновременно успевает еще выпрашивать золотые и серебряные вещи у своих соседей, египтян. Потому что так повелел им Господь. И Господь делал так, что народ Израиля обретает милость в глазах египтян. И те действительно охотно дают. И тем самым сына Израилева обобрали, как говорится в нашем переводе, египтян. Но зачем им это золото? Если они так торопятся уйти и все в страшной спешке, зачем вот это настойчивое требование, чтобы найти время и собрать дары? Наше недоумение еще более усиливается, если мы вспомним, что в действительности народ Израиля воспользовался этим золотом в самом постыдном деле. Они из этого золота сотворили золотого тельца. И в памяти народа это останется самый страшный и самый великий грех. Настолько, что в традиции говорили о том, что когда Моисей говорил с Богом, то Моисей в частности Богу сказал как упрек. Если бы ты не приказал нам тогда взять золото из Египта, то у них не было бы из чего сотворить этого тельца. Но, тем не менее, раз Господь дает такое повеление, значит в этом есть какой-то смысл. Причем очень глубокий смысл. Потому что об этом говорится еще в самый первый момент, когда Господь впервые подстерегает Моисея и говорит с ним из неопалимой купины. И задолго до того, как Моисей вернулся в Египет, ему сказано «Народ обретет милость в глазах египтян, и когда вы пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими своих сыновей и дочерей ваших и оберете египтян». Почему это так важно? И ответ мы получаем в конце пятикнижия, потому что ретроспективно об этом вспоминается, когда дается повеление освобождать рабов. Когда попадает в рабство брат еврей или еврейка, то можно держать человека в рабстве не более шести лет. А на седьмой год обязательно его отпустить на свободу. Поэтому в Иудее не было никакого рабства. А то, что условно называется рабством, оно имело совершенно другие формы, чем у римлян. И вот возникает вопрос. В тот момент, когда ты будешь отпускать своего собрата на свободу, можно его просто отпустить? Нет, нельзя отпустить просто так. Нужно его снабдить дарами. Нельзя отправлять человека с пустыми руками. Поэтому говорится в книге Второзакония, «Снабди его от стат твоих, от гумна твоего, от точила твоего, то есть вино. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Почему? Помни, что ты сам был рабом земли египетской, избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие». И как эти два факта, то, что народ Израиля обокрал египтян, унес его серебро и золото, соотносится вот с этими подарками, с которыми нужно отпускать на свободу человека, который у тебя какое-то время был в рабстве. С этим связано еще другое повеление. В книге Второзакония также говорит о том, что нельзя гнушаться, нельзя с презрением относиться к иноземцам. «Не гнушайся идумениным, ибо он брат твой, хотя давно ты перестал ощущать с ним братство, но, тем не менее, нельзя к нему относиться с брезгливостью, с презрением. Не гнушайся египтяниным, ибо ты был пришельцем в земле его». И вот что удивительно, народ Израиля был рабом в Египте. И, конечно, по отношению к египтян, у них не должно быть никакого чувства ни вины, ни чувства благодарности, что такого в рабстве, чтобы потом чувствовать себя еще благодарным. И именно поэтому в положительном ключе не гнушаться твоих вчерашних хозяев. Наоборот, израильтяне имеют право вспоминать египтян с гневом и с разражением. Но Моисей настаивает, этого никогда не должно делать. Никогда не должны держать зло на египтян. Почему? И вот здесь, в этом небольшом повелении, содержится одно из самых глубочайших прозрений и мудрости, которые мы находим. Дело в том, что народ, который живет ненавистью, он не может быть свободным. Если народ хочет обрести свободу, то нужно освободиться от жажды мщения, от ненависти. Поэтому иногда говорят о том, что Моисей вывел народ из Египта, но может так остаться Египет внутри Израиля. Человек выходит на свободу, но рабство остается внутри его. Поэтому нет проблемы в том, чтобы получить какое-то внешнее освобождение или исцеление. Обязательно должно произойти внутреннее исцеление. И если бы народ по-прежнему испытывал гнев или обиды, то что в 20 веке стали называть ресентиментом, то есть вот те обиды, которые буквально снидают душу человека, то по-прежнему человек бы оставался рабом. И вот эти узы обид – это страшнее и болезненнее, чем чугунные кандалы. Поэтому, если вы хотите быть свободными, вы должны освободиться от ненависти. И, конечно, существует принципиальное различие. Одно дело – жить с прошлым, потому что прошлое невозможно забыть, и с ним приходится жить. Другое дело – жить в прошлом. Это в нашей власти. Мы можем не оставаться пленниками своего прошлого. И поэтому христианство, как и иудаизм – это религия памяти. Ключевое слово «сие творите в моем воспоминании». Всегда есть какое-то воспоминание, и все наши праздники, все наши ритуалы – это некое воспоминание. Очень часто это воспоминание о будущем. Но точно так в пасхальную ночь мы вспоминаем исход народа Израиля из Египта. Но не во имя прошлого, но во имя будущего. Именно поэтому в Библии говорится «не обижай пришельцев». Вы знаете душу пришельца, потому что сами пришельцами были в земле египетской. Другими словами, если вы страдали от обид, от унижения, от рабства, то не причиняйте этой боли, этих страданий другим людям. И поэтому память служит вот таким нравственным уроком, напоминанием, чего делать не нужно. Сегодня широко известно выражение Сантояны о том, что кто не помнит прошлого, тот осужден его повторить. Именно поэтому христианство иудаизм – это религия памяти для того, чтобы не повторять прошлого. Помнить, но не ради обид, не ради ненависти, но это означает подвести окончательную черту под всеми обидами прошлого. Именно поэтому, когда раб уходит на свободу, то господин должен ему дать какой-то подарок. Они не могут компенсировать урон, который нанесло рабство, и все зло, которое человек претерпел, может быть, оказавшись в рабстве. Нет возможности вернуть прошлые годы, проведенные в неволе, но есть возможность расстаться с прошлым, со своими вчерашними рабовладельцами или врагами в духе доброй воли. Именно для этого и служит подарок. Это такой символический элемент, который позволяет не быть пленником прошлого. Если ты получаешь какой-то подарок, даже самый незначительный, тебе это дает некую силу эмоционально успокоиться, почувствовать, что начинается новая глава в твоей жизни, выйти на свободу без гнева, без чувства унижения, без этого рессентимента. Потому что тот, кто получил дары, тому трудно ненавидеть. И вот в этом и заключается смысл этого золота и серебра, которые израильтяне взяли у египтян по повелению Бога. И в некоторых современных переводах это повеление говорит о том, что вы должны спасти. Вы должны не обобрать, не ограбить, а спасти египтян. Потому что те дары, которые вы возьмете, это не просто добыча разбойников, но это то, что позволит вам в будущем никогда не обвинять всех египтян за зло рабства, обвинять только фараона и его приближенных, тех, кто непосредственно ответственен за это порабощение. И поэтому они были призваны спасти египтян от любых возможных упреков в будущем, от любой ненависти. И это слово Бога сегодня как никогда более уместно в 21 веке, когда так много обид, конфликтов, недоразумений, и вообще происходит новый всплеск какого-то интегризма, фундаментализма. Сегодня слово пятикнижий звучит как слово мудрости для всего человечества. Если ты хочешь быть свободным, первое, от чего ты должен освободиться, это от ненависти. На портале Exeget.ru с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.